духовная информация портал вы знаете что есть много слов которые серьезно влияют на людей есть допустим слова клеймо на пастор если ты говоришь там мой пастор дурачок да мой пастор нелепый человек давай пастор ошибается ты берешь и бесов привлекаешь к своему пастору своим устами ты говоришь мой пастор никчемный он такой себе и этим ты проклинаешь своего пастора и твои слова становятся живыми твоему пастору нужно много молиться чтобы отбиваться от тебя и от твоих слов даже если твой пастор ошибся не проклинаю его плохими словами благословляй его каждая его ошибка это должно быть благословение с твоей стороны в его сторону второй момент есть клеймо реализованной мысли как ты подумал я что-то хочу это хорошо но ты закрыл глаза и захотел это на эмоциональном уровне и увидел это это будет реализовано твоя мысль реализуется не тогда когда ты думаешь только а тогда как ты думаешь хочешь видишь это это сила реализованной мысли есть смесь에 которые парализуют пастора убивают вас direct а с твоей стороны в его сторону а если мысль который созидает как пастора так и тебя потому чтобы созидать что-то уже не только мыслить вам уже не только мыслить а нужно видеть и чувствовать то о чем ты думаешь то а чего ты хочешь следующий портал или дух или мысль в голове твоей это колдовство есть люди которые колдуют а как они колдуют думаешь они просто колдует что-то говорят и в твоей жизни что-то происходит а ты дверь открыл нет для того чтобы их колдовство влияло на тебя надо чтобы они только говорили что-то в твою сторону они должны видеть тебя и чувствовать тебя только тогда их мысль реализуется в твою сторону а как мысли реализуются в твою сторону они думают что тебе было плохо они видят тебя и чувствуют тебя и эта мысль этот посыл летит к тебе пока он долетает до тебя его подхватывает демон и уже эта мысль с этим демоном который называется колдовство вылетает тебя из этой незащищенной молитвой и ты поражен колдовством но это плохая мысль этого колдуна происходит не только когда он думает о тебе а когда он видит тебя думает о тебе и чувствует себя так работы духовный мир мыслей и следующее проповедь это передача энергии что такое проповедь это когда пастор или священник или евангелист или просто человек выходит на сцену и говорит тебе какие-то хорошие эмоционные слова слова которые мотивируют тебя так вот эти слова это тоже слова и когда они летят твою сторону ты можешь их услышать и внедрить свое сознание но когда ты внедришь это в свое сознание она останется на пять минут и вылетит и ты забудешь но когда эту мысль эту информацию влетит в сознание а потом подсознание а подсознание твой дух она не вылетит оттуда ты запомнишь это поэтому я всегда говорю детям которые учат стишки в школе не просто учите поверхностно а почувствуйте тот стих которые вы учите ощутите его переживите его и вы запомните это будет и стишок поеду ваше подсознание так вот проповедь нужно не просто поверхностно слушать в ее нужно чувствовать но нужно сопереживать собеседником который на сцене несет тебе нужный посыл еще раз говорю когда ты слушаешь проповедь это передача энергии передачи информации так вот не просто слушай а когда не только в сознании а подсознание и сопереживай собеседником ощущает у проповедь переживая эту проповедь и она изменит твою жизнь нужно проповедь это слова и слова нужно не только принимать их нужно видеть и чувствовать тогда они будут иметь силу твоей жизни